Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1418. Событие дня. 1 Коринфянам 12, 28. И на их Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. За 1 ноября 2019 года. Вот обращение. Ознакомьтесь. Что, просчитать курсором? Сразу приостанавливайте. Продолжение следует. Продолжение следует. Интересно. Поехали на бракосочетание, на свадьбу, потеряевка. И вот. Сергей Пупков тут. Барабаш Игорь предупредил, чтобы тот не снимал на свое видео. У них свой профессиональный у него оператор. Еще ничего нету. Старобрядцы уже. И уже командуют. Что снимать свадьбу, снимать, не снимать. Такого никогда не было. Нигде, ни у кого. Но это старобрядцы. В любом деле везде показывают свою захряснувшую свирепость. Не в своем храме. Ну, девочка от них. Ну, какое это отношение имеет? Игорь Барабаш сказал, что если Володя будет снимать на свою камеру, то скандал со старобрядцем неизбежен. Ну, давайте так. Снимайте скандал. Что дальше? Боятся, что они невесту вырвут оттуда. Но если она полюбила жениха, они как. Ну, скандал. Так они без скандала не живут. Для них в мире никого нет, кроме них. Все остальные еретики. Все. Ну, вот Герман-то Стерлигов к ним. Прильнул было. А потом увидел. Нет, это слишком много их еще. Тысячи. Тогда один он сейчас. И старобрядцем сразу занес в еретики. Неизбежен. А он этого не желает. Ну, раз не желает, значит, снимать не надо. Переписка какая была за один день. Вот я ее выставляю. Вернулась? Нет. Лена пишет. Лена Гладыщук. Барнаул. Самое интересное, что застряли почти на ровном месте. И грязь проехали. И колею. Видно, не нужно нам там быть. Кто-то не пустил. За то, какая полезная беседа была всю дорогу и перед ночевкой. Все во славу Божию. Игнатий Тихонович, спаси Христос вас. Все-таки чудные дела, Господи. Устали. Но такое приключение получилось. И Володя с дочей позанимался. И далее, сегодня я решил опубликовать Гюстава Даре. Вот его данные, какие было. Оказывается, у него бородка была. Вот так. Гюстав в четырех лет предпочитал рисовать. Он рисовал на стенах дома, на своей одежде, на бумаге. А карандаши он затащил с двух сторон. Гюстав запечатлевал все, что видел. Ему было семь лет, когда он нарисовал картины Плутона и Клит. Уже тогда его работы отвечали зрелостью, художественного мышления, свободой исполнительского мастерства. Отец подарил сыну скрипку, чтобы хоть немного отвлекся от рисования. Как выяснилось, у Гюстава был прекрасный музыкальный слух, а еще талант импровизатора. И вот далее он тут все это как рисовал. Считайте тут. Поехал в Париж. Юный художник работал там пять лет в журнале «Журнал Пуррир». Сократов пять тысяч франков. И он никогда ничего не зарисовывал. У художника была настолько феноменальная зрительная память, что о ней едва ли не ходили легенды. Гюстав мог один раз пристально взглянуть на открытку, а затем, без открытки уже, перенести все до мельчайших подробностей на свой рисунок. Но самым главным его талантом было то, что он мог превращать обычные реальные предметы и образы в гротесные и фантастические. Даре всегда спал три-четыре часа в сутки. Все остальное время он посвящал общению и рисованию. В первые же годы своего творчества Даре достиг невероятных высот. Во многом это было благодаря его трудолюбию. Людям очень нравились его серии «Жизнь в провинции», «Сельская школа», «Местечковое удовольствие», «Купальня» и многое другое, что было создано в 1849 году. Ну, дальше в 16 лет, будучи самым молодым участником салона, выставил два своих карандашных рисунка. И вот дальше и говорится. Выполнил 500 рисунков «Только история Святой Руси». Стал ли работать в области иллюстрирования художественных произведений? Только казарным рассказом Бальзака он выполнил с 1425 рисунков. Современники не могли поверить, что эта работа выполнена молодым человеком, которому всего лишь 22 года. История Святой Руси 500 картин. Невероятно. После того, как он проиллюстрировал божественную камень Данте, Адаре стали говорить, как о человеке, побывавшем в счастилище и возвратившемся обратно. В свободное время Густав всегда посвящал друзьям. Он был душой компании. Всегда выселил друзей забавными выходками. Он не жалел денег, заработанных тяжелым трудом на своих друзей. Сказки иллюстрировал. Фотографий-то не было. На Библию только 230 рисунков. Вот мы издали наш Новый Завет. Трехтомник. Я вчера посчитал у него заново все эти рисунки. Ну, с бородами у него персонажей около 400. Только в одном. Библейские сюжеты. Ну, и вот и все. Он был одним из лучших аквалеристов в свое время. Ежегодно выставлял гигантские холсты маслом. Вот так. И тут 180 лондон создал. Дальше там для Испании 309 работ. Художник сожалел лишь о том, что не успел сделать рисунки к работам Шекспира. Он скачался в 1883 году. 50 лет один, что ли, жил. Ну, вот такое вот интересное показать. И вчера ролик поставили такое, ну, характеристики. Вот я сейчас хотел это дать ознакомиться. Вопрос 855, второй том открытым оком. Наши дети были несколько лет назад в вашем лагере Стане и привезли на себя характеристики. А другим их не выдали. А почему? И для чего нужны эти характеристики? Ну, дальше считайте, буду быстро передвигать. Разбегать. Разбегать. Сразу тормозите, чтобы вам просчитать. Можно было. Сразу тормозите, чтобы вам просчитать. Чувство юмора неведомо. И таким людям жить бы только в старообрядцах. А остается въедливость и едкость. И ушел к старообрядцам. Еще тут одному такое же сказал, точно ушел к старообрядцам. То есть мы давали характеристики с проглядом вперед. Симбиоз колхозного теленка и бульдога. Симбиоз колхозного теленка. Продолжение следует... 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 Она старая обрядка. И вот это может все перейти в новую семью. Но если муж смелый, твердый, он сразу ее подберет к рукам. Она будет жить. А нет, значит, он начнет ей угождать. А дальше молча встанет и уйдет. Вот это тоже характеристику дает. А муж, что может быть, не допустили снимать. Не допустили, чтобы скандала не было. И Господь просто остановил. Вернулись назад и все. Хлебайте кашу сами. Я рассказывал про это уже. Мне пришлось быть на одной свадьбе. Все нормально. Повещались. Все знакомые. В конце брат жениха берет синий чулок и красный. И пошел. А людей много. Вот кто за то, что первый ребенок был, мальчик, в красный кладите. А если девочка, в синий. И пошел. Ну, сколько он собрал-то, ну, неизвестно. И вот как бритвой кто отрезал. Ни у жениха, ни у него детей нету. Теперь помолитесь. Детей нету. Вспоминайте чулки. От чулков защитие идет. Или все-таки Господь дает. Когда любят друг друга и не любят даже и тогда. Вот и все. Так и здесь, в другом месте. Отсылаем своего человека. Наша невеста хорошая. Поехали. А там свои обычаи. Тоже православные. Сделали так, шили, что без гады, что весь просвечился, чтобы показать грудь у меня, как башни, как песня песней. Все. Детей нету. И при том, ни с какой стороны нет такого, чтобы детей не было. Молиться. Может быть, прошибет это как-то. Не знаю. И думаю, здесь это вполне может сыграть. Тоже самый момент. И потом ничему не учатся. А им знать, как это вот мы были. Мы постоим на сто. Настоем настояли. Мы не дали фотографировать, снимать. Ну, не дали, не сфотографировали. Ну, и что дальше-то? А другой дал. И снимали все. И уже трое ребятишек. Все пока. С Богом. С Богом.